День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Дачи в законе. Оформляем садовые участки по упрощенной схеме. Разорванные узы. Рязанец спилил все символы счастья на набережной. Известная фамилия. Наследие семейства Головин. Вслед за утверждением так называемой гаражной амнистии, федеральная власть в очередной раз продлила действие дачной, срок которой истекал 1 марта этого года. Теперь же упрощенный порядок оформления прав граждан на индивидуальные жилые и садовые дома будет действовать еще 5 лет. Алиса Котровская подробнее. Новый закон расширил действие дачной амнистии. По упрощенной схеме теперь можно оформить также дома на земле под личное подсобное хозяйство в пределах населенного пункта и под индивидуальное жилищное строительство. То есть то, что мы в народе называем частными домами. Введение в действие упрощенного порядка, оно не отменяет у нас уведомительный порядок, который действует и был введен 340 федеральным законом с августа 2018 года. Здесь законодатель дает возможность застройщику самостоятельно уже осуществить выбор, каким образом он хочет оформить свой жилой или садовый дом. То есть если застройщик хочет уведомительный порядок, то, как у нас и предполагалось ранее, он подает уведомление о планируемом строительстве, ну а после окончания строительства подает уведомление о соответствии построенных объектов. Если человек хочет воспользоваться дачной амнистией, то 404 федеральный закон дает право оформить жилые и садовые дома в упрощенном порядке. Для постановки на кадастровый учет и регистрацию прав достаточно подготовить технический план, приложить декларацию и документ на земельный участок. Под действие дачной амнистии у нас не попадает раздел жилого дома и не попадает оформление жилых домов в блокированной застройке. В данном случае здесь у нас получается, что необходимо получать разрешение на строительство, ну и как следствие затем мы получаем разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Надо отметить, что реконструкция жилого дома попадает под упрощенный порядок, который также действует до 1 марта 2026 года. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С 8 апреля в Рязанской области ограничено движение грузового транспорта. Соответствующее распоряжение Минтрансрегиона опубликовано на сайте официальная формулировка в целях обеспечения сохранности дорог и безопасности дорожного движения. Нормы коснутся всех грузовиков, чья предельная допустимая нагрузка на ось превышает 6 тонн. Для них понадобится специальное разрешение. Но не будут распространяться эти нормы на грузовики, выполняющие международные рейсы, а также на тех, кто доставляет продукты, топливо, лекарства. Лимит на передвижение продлится до 7 мая. Символов любви больше нет. Рязанец собственноручно спилил, наверное, самые известные атрибуты семейного счастья – замки на набережной. И сделал он это не просто так. Рязанец аргументировал свою большую резню болгаркой. Вот эти 4 секции ограды мы сумели очистить от замков, ближайшие слева от Глебовского моста. Они были наиболее загруженные. 176 замков мы с них удалили. Когда взвесили 51 килограмм, все это весило. Но мне уже написали друзья, что один замочек, висящий с внешней стороны, мы упустили. Просто не заметили. Тем не менее, все равно выглядеть стало, я считаю, опрятнее. Алексей назвал свою акцию «Болгарка против невежества». Ему захотелось очистить ограду от навесных замков, которые здесь вешают новобрачные по старой городской традиции. Вооружился болгаркой, болторезом. И за один день вместе с другом сняли 176 замков. Свой поступок рязанцы хулиганством не считают. Во-первых, сама навеска замков является хулиганством. А во-вторых, умышленным причинением вреда чужому имуществу. То, что делаю я, можно ли его классифицировать как самоуправство, я думаю, что нет. Мне бы очень хотелось взять за свой счет, отштукатурить и отремонтировать основание ограды. Но вот этого как раз делать нельзя. Алексей рассказал, что многие замки висят тут десятки лет. Они ржавеют и вместе с этим портится и ограда. А благораживать последнюю, кстати, никто не стремится, говорит мужчина. Оно и понятно. Вместе с замками не покрасить, а снимать их никто и не планирует. Причина, по которой за оградой никто не ухаживает, довольно необычна. Выяснили ее журналисты местных СМИ. Вот эта часть ограды, которая находится за Глебовским мостом, она вообще не принадлежит никому. Та часть, которая находится до Глебовского моста, идет к церкви Спаса на Иру, она принадлежит, стоит на балансе города. Эта часть территориально относится к музею-заповеднику Рязанский Кремль, но на баланс она не взята. Комментируя поступок Алексея, в соцсетях рязанцы разделились на два лагеря. Одни считают его правильным, а другие говорят, что мужчина просто наживается на чермете. 50 килограммов спиленных замков действительно сдали на металл, а на полученные деньги купили диски для болгарки. Остальное положили в ящик для пожертвований, прямо тут, в Кремле. Потому что свою акцию Алексей планирует продолжать. Остается надеяться, что теперь пары, повесившие замок на набережную, не подадут на развод. Но с другой стороны, что это за браки, которые держатся на одном только замочке? Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания, город. Знакомые наизусть улицы и парки Рязани, даже для коренных жителей, таят немало сюрпризов. Красная кирпичная стена на улице Садовой, закрывающая с одной стороны городской парк, на первый взгляд пережиток прошлого. Но историк Александр Дударев не только определил ее возраст, больше 200 лет, но и точно назвал функционал. Фамилию Рюминых слышал каждый рязанец, даже далекий от краеведения и истории. Казалось бы, о наследии этой династии известно все. Но Александр Дударев в начале года открыл новую, неизвестную страницу прошлого. Прогуливаясь по Садовой, историк давно обращал внимание на старинную кладку кирпичной стены и вдруг приметил силуэты былых окон. Стиль кладки на известковом растворе подсказывал, что это не просто ограда, а дореволюционная стена, вероятно являвшаяся частью какого-то ранее утраченного строения. Но какого? Окошки небольшие, со стороны улицы Садова они вообще практически с уровнем тротуара сравниваются. И было непонятно, для чего вроде как оградить, делать подобные окна. И сам стиль кладки на известковом растворе, на белом, склонял меня к версии, что это часть от какой-то постройки, причем дореволюционного времени. Ответ же я нашел уже в 1921 году, когда мне на глаза попалась карта, план города Рязани, составленная в 1821 году архитекторским помощником Василием Невиным. И на нем была замечательно отображена усадьба Гаврила Рюмина и в том числе дом, хозяйственные постройки. И именно на этом месте находилось некое кирпичное строение длиной 50 сажений. В 1790-х годах усадьба Рюминых занимала оба склона оврага. Здесь располагался пейзажный сад. В центральной части владения, где сейчас детская площадка, на безымянном ручье был устроен пруд. Здание нынешнего художественного музея в те времена было главным домом усадьбы, которую в своей книге подробно описал сотрудник Государственного архива Дмитрий Филиппов. Читаем в книге. В 1825 году оранжереи Рюмина упоминаются как ориентир при обозначении моста на улице Владимирской. В купчей, составленной при покупке Николаем Рюминым дома у брата Василия в 1833 году для передачи под пансион, можно прочесть о фруктовых, оранжерейных и грунтовых деревьях, которые Василий Гаврилович оставлял за собой. Как выглядела эта оранжерея, сказать невозможно, потому что ни планов, ни схем именно территории усадьбы не сохранилось. Но можно с довольно такой уверенной долей вероятности сказать, что вот эта задняя стена именно принадлежала оранжерее. Причем, как выглядела эта усадьба, можно увидеть, если поискать в интернете сохранившиеся экземпляры подобных оранжерейных построек из других регионов России. То есть это было абсолютно такое скромное здание, у которого три стены фактически представляли себя стеклянные плоскости. Две из них наклонные. Сегодня все, что осталось от оранжереи – стена, выполненная из красного кирпича, связанного между собой звездковым раствором длиной 125 метров. Восстановить оранжереи полностью невозможно, но воспроизвести каркас, чтобы приблизить городской сад к историческому облику, стало бы интересным решением. Считает Александр Дударев. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанская нефтеперерабатывающая компания «Дочернее общество Роснефти» реализовала проект по разделению гудронов, используемых при производстве кровельных, строительных и дорожных битумов. Теперь гудрон поступает с вакуумного блока установки первичной переработки нефти LOAT6. Благодаря этому повысилась эффективность производства дорожных битумов и увеличился выпуск маржинального продукта – вакуумного газоиля. Это один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022» – развитие технологического потенциала. Приоритет компания отдает инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке. В настоящий момент Рязанская НПК ведет поэтапное перевооружение производства и совершенствование технологических процессов. Фамилию Головиных слышали, пожалуй, многие рязанцы. Но кто эти люди, помимо того, что родились они на Рязанской земле, ответит не каждый. Между тем, отец Василий Головин известен как отважный мореплаватель и исследователь, а сын Александр – выдающийся политик и министр просвещения, живший два столетия назад. Юбилейная выставка, посвященная их семье, открылась в Рязанском Кремле. В апреле этого года Василию Головнину, мореплавателю и вице-адмиралу, исполняется 245 лет и 200 лет его сыну Александру Головнину, который в свое время занимал пост министра народного просвещения. Оба сделали немало для родного села Гулынки Пронского уезда. В качестве наследия отца и сына осталась богатая библиотека. Все эти книги и гравюры из фондов музея-заповедника. В некоторых из них пометки, сделанные рукой самих владельцев Головниных. И вот как раз сын, ну и Василий Михайлович эти книги и дарили, и передавали другим организациям, и конкретно людям дарили. То есть они не сидели на этих книгах, а в общем-то давали возможность им пользоваться, им пользоваться большому кругу лица. И семейные библиотеки, конечно, это замечательное явление. Они говорят о культуре рода и создают ту среду, которая способствует просвещению личности. По книгам семейного собрания можно предположить не только интересы и вкусы владельцев, но и отражение их жизненного пути. Путешествие российского императорского шлюпа из Кронштадта в Камчатку. Или сокращенные записки флота капитана-лейтенанта Головнина. Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев. О второй кругосветной экспедиции Василия Головнина рассказывает путешествие вокруг света по повелению государя-императора. На этой выставке экспонируются афорты с гербовым экслибрисом с надписью «Библиотека Головнина», часть из которых выполнена по рисункам художника Тиханова, сопровождавшего мореплавателя в экспедициях. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова